Катя 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 А вон музыка качала зал, мне вдруг так спокойно стало. Тут я и увидал. Это словно наваждение, словно молнию в ночи. Со скушенкой печенье подключаю калачи. Вижу, прыщет в центре зала, ноги, руки, груди в рост. Таски мама запрещала, даже слово молвит свойство. В общем, девушка простая, с обалденным декольцем. А цепрыгает, играет и подмигивает мне. Я, конечно, заснаждался, покраснел и засиял. Потихоньку к ней подкрался и задали ее в нем. Самый испуганный поступком, он упел ее очам, шелк волос прекрасный, путал и фигуру обсуждал. Что-то странное случилось. Траниц медленно звучал, а в мое сердце громко билось. Я с девицей танцевал. Я вообще-то очень скромный. Я вообще-то не должен стоять в сторонке. Так мне мама говорит. Но она ко мне прижалась, мое тело било дрожь и такое поднималось, что не сразу и прижмешь. Как-то сами слезли руки, будто съехав со спины. Я уже не слышал звуки. Звуки были неважные. Я еще шептал ей что-то. Руки вскачивали к груди. Пили, ели бутерброды. Она вызвала такси. В подъезда я замялся. А она так не означает, чтобы я не сомневался, позвала меня на... Чай. Чая. Выпили мы столько, что не показалось мало. Всем соседям было горько. Боже, как она ровала. В общем, о своих победах неприлично говорить. Но по кухне в одних кедах не понравилось ходить. И резвиться. И курить, обнявшись в ванне под упругими струями. И резвиться на диване. Только это между нами. Потому что я биолог. И грызу на лук гранит. А о сексе думать плохо. Так мне мама говорит. Лучше разветленно слонзился. Красным осветив кровать. Я с подругой упростился. И домой поплелся спать. А теперь тоска заела. Телефон ее не взял. Чтобы исправить это дело, краской стену исписал. Отзовись! На стенке клуба. Описания, места, хватит. Только как зовут? Голубу. Маша, Таня, Света, Катя. Ну и теперь наша постоянная рубрика. Знакомство с поэтами. Мы это делаем, потому что поэтов много. А знаем мы чуть-чуть. Наш сегодняшний персонаж умудрился появиться немного после и немного до. В тот момент, когда поэтов, как таковых, было немного, а известных еще меньше. Но, тем не менее, его знала вся Москва. Представьте, невысокий, пропалицей, с бородовым клинышком, голуболухими ушами и безумно подтвердящая о собственной гениальности. Ну, гениальности теперь знал Юв Тушенко и Лилия Брик. Она так ему и написала. И, уважаемый, Минайковский, Михаил Николай Николаевич. Ну и Николай Глазков. Собственно, о нем и речь. Родился он в 19-м году. Юность пришла, соответственно, на 30-е. Отца расстреляли. Брат потом пропал на войне. А наш товарищ поступил в педагогический университет, где учился целый год, пока советское общество не признало в нем человека непригодного к педагогике. Ну, какой учитель, если он ходит без шнурков, с закатанной штаниной, купается в фонтанах и всюду читает свои стихи. Например, такие. Мне сказали, что окна-таз Моих стихов болезнее. Болезен даже унитаз. Но это не поэзия. Там же он организовывает Нелго-технический кружок, поскольку считает себя преемником Хребникова. Издает несколько манифестов. Но поскольку общество относится к этим манифестам неположительно, последователи разбегаются очень быстро. Так что их не успевает даже запоминать сам Николай. Об этом у него даже есть строки, что все записались и разбежались, боясь отчисления. Это был гениальный человек. Он так всем и заявлял. Я, Николай Глазков, гений. Об этом есть стихотворение. Когда он его написал, к нему пришли друзья. Он им прочитал. Они сказали, хорошее стихотворение. Но ты же не гений. И начали его отговаривать. Но он просто записал его в степиографию. Теперь я знаю точно, и я гений. Величайшая трагедия этого автора была в том, что поэзия его не печаталась. Не хотели ее видеть, печатали, увидели никакие власти советские. Поэзия была простая. Он не играл с метафорами, киволками. Что видел, то и говорил. Но при этом слух его оставался чистым. Он цеплял и рифму, и размер. И несмотря на то, что внешне это была поэзия про что угодно. Про бутерброды, про кефир, про водку. Там был всегда закопан глубокий смысл. Очень глубокий. Не все его видели, не все его понимали, но признавали. Булат Акуджава в свое время гордился тем, что он жил на одной улице с Глазковой, где так далеко. Об улице тоже есть интересная история. Один начинающий поэт, возрастом 15 лет, пришел в главный литвый дом, в издательство. Прочитал свои стихи, его послушали, под лопой и так водится. На выходе его встретил странного вида мужчину, посмотрел на него лукаво, сказал, заходите ко мне, Костя. Я Николай Глазков. А где вы живете? На проспекте Николай Глазков, дом 44, квартира 22. Как же проспект Глазкова? Да, я же гений! В честь меня назвали проспект. Скажите, а какое старое название? А, ну это просто Арбат. В какой-то момент, конкретно, когда он все-таки женился, завел семью, не печататься стало невозможно. И он говорил по этому поводу следующее. «Обычным поэтам надо, чтобы печататься, писать как можно лучше. Мне же надо писать как можно хуже». И действительно, он стал писать хуже и начал издаваться. Вот этих похуже стихов было известно 17 книг. И еще неимоверное количество книг он издал сам. Николай Глазков – это человек, который изобрет сам издав. Он так и писал. Его не печатали, он брал сначала ручку, потом печатную машинку, делал в сборнике и подписывал. Сам себя издав. Потом это себя выпало, но таким образом запрещенные авторы, Материштама или Малгакова, расползались по стране со страшной силой. А все вон Глазков. Прожил он 60 лет. Для поэта это достаточно много. Успел он тоже очень много, с одной стороны, поскольку его знали практически все люди, причастные к литературе в Москве. Но сейчас он практически неизвестен. Его снимали в кино, в частности, в фильме Андрея Клёв изображал летающего мужика. Можно посмотреть, как он выглядел. Вид у него был достаточно необычный. Кроме того, он любил говорить, что он самый сильный поэт. При знакомстве давал машинку для выжимания, ну то есть силомер. Вот, поднатужившись, поэта выдавали 50, 60, 72. А он прорвал на журнал. 110. Я самый сильный русский поэт. Поскольку его не печатали, даже не надо было. Он пил трава, носил вещи. В общем, все это было. Карьера у него не очень складывалась. Когда он пошел в литературу, он мог один известный запрочтенц, взял его к себе и через неделю на 6 этаже. Мы заладились. Тем не менее, у него был сын, любящая жена. Несмотря на все его чудаковаты, мы его знали или не вспомнят до сих пор. В частности, Кученко признает, что Блазков был не лишен идеальности. А значит, когда он кричал «Я Николай Блазков гений!» Он не прав. Теперь легкое стихотворение собственного автора. Струился дождь неутомимый по головам и крышам, когда я с женщиной любимой из дома вышел. Дождь лился и стекал по стеклам куда ему угодно, но женщина под ливнем мокла довольно неохотно. Я сказал «Дождь, не иди! Ты видишь, я иду! Любимый я, а не один! Имей ее в виду!» Поэта дождь послушался и капал перестал. Лишь ручейки до лужицы омыли тротуар, когда любимая, смеясь, спросила вдруг «Какая связь между дождем и словом?» И я хотел ответить ей, что я, поэт, сильней дождей! Но дождь закапал снова. Спасибо.